Мелодия из-под струн Бузуки в белорусском маршрутном автобусе звучит скорее всего впервые. Фестиваль славится необычными сторонами праздника. Создавая атмосферу Эллады, белорусские греки или греческие белорусы въезжали в фестивальный Гродно. И вместе с делегациями в город прибывал праздник. Гамар Джоба, мы из солнечной Грузии. Всем солнечного лета и мы дарим вам наше грузинское тепло, наши танцы, наши песни. И я думаю, вам всем понравится. Хотя многие предпочли скрыть костюмы и инструменты в чехлах, чтобы как можно эффектнее появиться вечером на шествии диаспор. Впервые за 12-летнюю историю в этом году на фестивале появился дух соревнования. Победит, конечно, многонациональная дружба. Но вот гран-при получит тот, кто ярче покажет себя. Командам это добавило азарта, а гостям ожидания чего-то особенного. Приехал погостить Белоруссию. Красивая страна из Эквадора. Белоруссия самый-самый-самый красивый народ в мире и самая красивая страна в мире. Но все-таки в эти дни каждый здесь будет хвалить свою историческую родину. Архитектура Гродно когда-то буквально сама подсказала уникальную идею фестиваля. Каждой диаспоре свой уютный двор. В этом году тема народные забавы. Завтра они обеспечат гостям и азарт, и экстрим. Уже сегодня здесь можно было набрести, например, на строящуюся по всем законам казахскую юрту. Надо только вот такие материалы и веревки. Без никаких гвоздей, без ничего. Она быстро собирается и быстро складывается, и можно дальше кочевать. А завтра вдоль главных улиц города появятся филиалы 37 стран мира. И желающих побывать в гостях у каждого здесь с каждой минутой становится все больше. Я сама из Кении, а живу в Осло. Я впервые в Беларуси, впервые в Гродно. И сказать, что я в восторге мало. Потрясающие люди, потрясающий город. Очень жду завтрашнего дня. Я родом из Дагестана. Это маленькая частица Дагестана. Тут я привез кусочек. Ну, тут очень много чего представлены. Завтра, если приедете на наш дагестанский дворик, там будет много чего интересного. В эти дни в Гродно открыли памятник полководцу Давиду Городенскому. Запустили водное такси. Здесь организовывают модные флешмобы и проводят выставки. Гостям есть чем удивиться, а местным чем гордиться. В начале этот конкурс проходит на территории всей Республики Беларуси. И самые лучшие национальности диаспоры приезжают к нам в Гродно. Конечно, я горжусь, что сегодня в городе столько много гостей. Для меня это самый главный праздник, наверное, один из самых главных праздников. И, конечно же, я постараюсь за три дня вместе с семьей своей обойти все 35 подворок. Насколько хватит силы, ну, это мы посмотрим. Главный день фестиваля завтра. Но уже сейчас понятно, что Гродно спать не будет. Церемония открытия продолжится большим концертом, где популярные белорусские артисты выступят в необычных амплуа с национальным колоритом разных стран. Он организован при поддержке телеканала ОНТ. Телеверсия в эфире в воскресенье. Прогулки по Гродно в эти дни можно сравнить с прогулками по глобусу. Только масштаб карты мира уменьшается всего до нескольких шагов. И национальности, которые живут друг от друга на расстоянии в десятки тысяч километров, здесь тепло здоровается друг с другом за руку. С традиционного шествия вот уже в 12-й раз начинается фестиваль. И с этого момента официально на три дня Гродно становится самым многонациональным городом Белоруссии. Анна Волковец, Дмитрий Буй, Надежда Завиновская. Наши новости ОНТ. Гродно.